Кажется, что из-за мощной скважины этой машины на вас постоянно направлен чей-то взгляд. Приветствую всех, вы на канале Ivarok, это рубрика Рокурция по Аномалиям, и сегодня у нас Аномалия класса HE, Шадон Фрейд. Начнем с информации об Аномалии, вот история Аномалии, если хотите, можете ее почитать. Аномалия наносит красный урон, ходить выше всего на понимание и подавление. Дар это такой шмат плоти на руку 2, да еще плюс 4 к хпм, особенности перечисленные здесь. Главная особенность Аномалии заключается в том, что если во время работы с Аномалией вести на ней наблюдение, то каждые 5 секунд уровень четчика клепота будет падать. Шанс успешной работы также снизится до самого минимума. Когда уровень четчика клепота упадет до нуля, Аномалия сбежит. Для того, чтобы избежать этого, с Аномалией надо работать таким образом. После выбора работы, вам не надо смотреть в точку комплекса, где она находится. В режиме паузы смотреть можно сколько угодно. Если перемещая камеру, Аномалия окажется в зоне видимости, то все плохие эффекты снова активируются. Как видите, если бы не эти несколько секунд наблюдения, то работа бы прошла безупречно. При побеге Аномалия будет шляться повсюду и убивать всех подряд. Наносит она красный урон, а так у нее две. Первая это тычки лапами, наносящие не очень большой урон. А вторая это АОЕ атака пилами, наносящая где-то 30 ударов по 2-3 урона. Это очень сильная атака. Даже после полного излучения, сопротивление Аномалии не показывается, но она уязвима красному и бледному урону. Во время атаки пилами Аномалия стыдно подвижна, так что можно в принципе убить и сотрудника от этой атаки. Аномалия стыдно подвижна. Аномалия одна из самых легко подавляемых во всей игре. Прикол состоит в том, что если не наблюдать за аномалией во время подавления, то она остановится и не будет атаковать. А атака пилой, если происходила в это время, то тоже остановится и предстоит наносить урон. Правда, все сопротивления аномалии в этом случае увеличатся в два раза. Аномалия Интересно, что аномалия появилась в произведении, по истующем о событиях до начала Лимбус Компани. В ней оппонентом аномалии стал сам Вергилий. Я не знаю, какие допинги принимала аномалия после Лоботомия, однако самой Лоботомией ее может убить один агент. Когда Вергилий, цвет, мучился с ее убийством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так выглядит сотрудник в полном сете аномалии. Оружие требует мудрость и выдержку второго уровня. У брони есть особенность. Во время наблюдения за сотрудником, носящим эту броню, ее сопротивление, а также скорость атаки увеличится на 10. Это делает броню одной из лучших для подавления аномалий, хотя и сопротивление к бледному урону низко. Оружие представляет собой во всем лучшую версию оружия маленького помощника. Одно из лучших и чьи оружие, если вы можете свыкнуться с ее бесящим звуком. Также оно имеет что-то вроде эффекта кровотечения. Красной грунт облашает наноситься даже после нанесения удара. Красной грунт облашает наноситься даже после нанесения удара. Броня тоже хорошая, но как ни странно, ее наивысшее сопротивление к белому, а не красному урону. В случае чего, носитель брони можно использовать как танка, для того, чтобы другие сотрудники били аномалию по заднице. Как итог, аномалия довольно интересная, хотя и с ней могут возникнуть какие-то проблемы. Но на самом деле, как по мне, она больше полезная, чем мусорная. Сама возможность легко выпустить подавитию поможет на некоторых заданиях, эпос неплохой. А также аномалия может качать справедливость, и по этим причинам иметь аномалию я рекомендую. Это была моя первая Чья аномалия, и поэтому я отдаю ей юбилейный сороковой выпуск. Ну и на этом у меня все. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok